Самая горячая и одновременно трагическая новость прошедших дней. В результате несчастного случая мэр города Кисловодска получил тяжелую травму, упав с электросамоката. После стабилизации его состояния в Кисловодске он был переведен в Московскую клинику нейрохирургии имени Николая Ниловича Бурденко. На время отсутствия Александра Курбатова мэром города избран Вячеслав Сергеенко. Новость для всего региона. В санаториях Ставропольского края не будут требовать справки о вакцинации, рассказал губернатор региона в своем инстаграм-аккаунте. Губернатор заявил, что кавказские минеральные воды с начала года приняли свыше 435 тысячи человек. При этом случаи заражения в отрасли единичны. Любопытно, иначе как чудом это не назовешь. Видимо воздух на КМВ убивает вирус на повал, или же нарзан является для него смертельным. Все же, пожелаем властям края успешной борьбы с COVID-19. Благоустройство знакового для города старого озера и превращение его в маленький Дубай похоже под вопросом. Реализация намеченных планов преобразования этого живописного района города наткнулась на обстоятельства непреодолимой силы. Природа этой силы непонятна, ибо благоустроить территорию планировали сначала к осени 2021 года. Теперь же сроки сдвинулись еще на год вперед. Мы, как жители города, прекрасно понимаем тяжесть этой ноши, строительство масштабного объекта такой сложности. И все-таки хочется, чтобы Кисловодск получил свое красивое и современное озеро. А средства, выделенные на маленький Дубай, не оказались в большом.